Привет, друзья! Несмотря на то, что сейчас на улице все еще лето, время практически 7, ну как-то пасмурно. Я это к чему? Забрал свою подсветку. Первую я подарил Катюхе, заказал себе вторую из Азона. Она получилась чуть дороже. Твоя стала 1990, на Азоне я взял за 2360 рублей. Сейчас вам покажу разницу. Вот. Вообще очень круто. Я обожаю и по-любому буду использовать очень часто. Я буду всегда ее с собой брать. У меня единственный минус и претензия. То, что если бы она была чуть пониже, это было бы круче. Потому что, смотри, я пытаюсь поставить, она упирается в лобовуху и все. У тебя-то камера маленькая, а у меня высокая. Какие у нас сейчас планы? Мы едем к маме в гости. Завтра я сдаю машину в 9.20 утра в Билл Прайм. Мне будут менять лобовуху, масло в коробке передач. И я заказал обшивку, которую разодрал тогда вот этим 100-мм болтом. По деньгам будет дорого. Больше 60 тысяч рублей за все. Стекло, ребят, я взял китайское. Кто-то из подписчиков даже писал, присмотрись вот к этой фирме. И я его и заказал. Фу, я хам. Да, да, как-то вот так вот оно называется. Ну и тачку заберут на 2 дня, поэтому буду кататься на школе. Я прям соскучился по этой машине, 100 лет не ездил. Моя вот эта, 150-ти сильная. У нас очень много, я смотрю, автоконтента что-то в последнее время. Но, говорю, я давно не занимался машиной вот так серьезно. И очень хотел поменять лобовуху. Все время присматривался к оригиналу. Думал, блин, ну 100 тысяч. Ну это просто жесть полная. Кстати, яблоки так и лежат в ношении. И пахнут. Все, ребят, основные новости рассказала. Можно заканчивать влог. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Что ты несешь? Шучу, да я шучу. Доброе утро, друзья. С мамкой ездили, сейчас сдавали машину. Взял ее за компанию, а то мне одному скучно. Катюха пока спит. Скоро пойдет в паспортный стол. Будет с новой фамилией. А мы здесь пройдем, нет? Пройдем. Не, ну должны, да. В общем, сдали автомобиль. Делать его будет полтора дня. Поэтому пока без тачки. Если что, нашкодим. А твои будут кататься. Да, 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 разрешаю. Сейчас поедем на такси до дома. Там буду работать. Вечером, наверное, нашкоди твои погоняем. У нас куча банок. Да. Томно, наверное. В итоге перегрузили из багажника моего маме. Все, что у меня там было. Ну что, давай здесь где-то встанем, да закажем такси. Настало время, так сказать, вспомнить былое. Мне интересно, какая у меня сейчас будет реакция на посадку. Давай мой ключ. Да бывает так, да стучай. Забыл? Давай, Катюк. Снимать? Давай, впереди. Ничего будем снимать. Ой, господи. Ой, у меня даже все эти подушечки лежит. Так непривычно. Кстати, шлагба вам сделали. Низко так. А сейчас еще ниже будет. Потому что ты высоко сидишь, да? Ну да. Так, и мы вырубаем радио. Я такой же, если что. Я не пукал. Все поправим. Все поправим и поедем. Топливо у тебя полный бак, я смотрю. Да. Ну непривычно, конечно. Мы с тобой, по-моему, ночью на ней катались. И тут подсветки есть, по-моему, вот здесь, еще где-то. Да, но она и сейчас работает, ее просто не видно. Да, голубая, по-моему. И можно цвет выбирать, я помню, ты показывал. Ты выбирала, да, себе синенький? Потому что я все время с белой, с луной езду. Всегда. Вообще ни разу в жизни не менял. Ну только когда со мной катался, я помню, ты мне показывал там розы. Ну я один раз, да, тебя просто тестовал. Прогнали. Надо, знаете, что? Масло поменять в этой тачке. Ну и что, удобно тебе? Да, нормально. Немножко я смотрю, это тормоза, ну не притерты от того, что она стояла. Это исправимо. Если вдруг ты забыл, как выглядит здесь приборка, проехала она 80-500 уже. Ну немного. А я тебе ее когда отдавал, какой там пробег был, ты не помнишь? 75, по-моему. Все, 5 тысяч наездил. Ну мне кажется, да, ну а что это? Ну да, редкие поездки, плюс ковид был, потом удаленка и все. Ну да, 73, по-моему, было. Не 75, а 73. Все, немного. Немножко непривычно у меня здесь кармашек, я туда икс хотел сунуть, а его здесь нет. Это хорошая машина, очень экономичная. Сейчас вот мы от дома отъехали. 8,2, но при этом в пробках стояли. На ней путешествовать кайф. 129 на платке, едешь. Расход у нее литр в 6,5, наверное. Практически как дизель. Ну все, ребятки, основная часть работы по машине выполнена. Я забрал ее из Билдпрайма, мне поставили новую лобовуху. Смотрите, какое чистое, без царапин, идеально. Я вот еду и просто радуюсь. Мне как будто сделали операцию на глаза, честное слово. Плюс я поменял масло в коробке, мне поставили новые дворники. И я заказал вот эту пластиковую фигню. Слева, сзади то, что мне расцарапали. Вернее, я сам расцарапал болтом этим, 100 миллиметровым. Будет идти 2 месяца запчасть. Долго, но что делать? Мне главное до зимы это все сделать, потому что там копится снег. Если его будет очень много, то, сами понимаете, оно и оторваться может. Ну, короче, неудобно. Через 10-15 тысяч я еще поменяю колодки спереди, сзади. Ну, и очень скоро займусь тем, что покрашу все детали, все свои коцки, которые у меня появились на машине в последнее время. Большое спасибо ребятам, которые скинули контакты мастерских. Вот, я обязательно обращусь. Но чуть попозже, потому что денег машина съедает очень много. Вот сейчас я, например, потратил 49. В прошлый раз я потратил 36 или 33 тысячи. Колодки я когда буду менять через 10-15 тысяч, это еще 40 тысяч, 40-200 даже, потому что комплект стоит 20-100 рублей на одну. То есть все очень и очень недешево. Но я говорил о том, что я хочу максимально долго на этой машине ездить, потому что вы сами прекрасно знаете, какие сейчас цены на авто. Плюс мне машина очень сильно нравится, она суперкомфортная. Сейчас еще хотел съездить на мойку, но мне порекомендовали это сделать завтра. Понятно, что формирование сцепления происходит за пару часов. Но лучше немножко подождать. Поэтому сделаю завтра. Машина уже достаточно грязная, не могу вам показать, к сожалению, потому что нахожусь в пути. Коврики грязные, везде отметины от пальцев. Ну так, на самом деле, небрежно. Ну и снаружи она тоже, сами видели, достаточно грязная. Давай, Катюнь, иди смотри, как я лобовуку сделал. Я машину гашу тогда. А я погасил. А, это твоя работа. Моя, конечно. Спасибо, я думаю. Давайте, садитесь и заоценивайте. Восторгайтесь. Обе. Вот так? Да. Черт возьми. Не, не закрывай, а то как я снимаю. Ой, красота. Как будто зрение, да, сделали? Особенно мне. Кайф? Кайф, тряпочку я тебе приготовила. Я потом возьму ее. Ну вот. Немножко подкрутили тебе сидушку, потому что она расшатана была, вот эта нижняя поддержка для коленей. А вот эта вот стандартная прищепочка, да? Да, да, да. Для документов. И да, я снимаю. Туда я обычно транспондер вешаю. Вообще здорово. Не все хорошо получилось на автосервисе. Мне забыли подключить полностью вот этот блок. Не работает регистратор, ассист и вот это все. Смотрите, что я делаю. Жру сухим. Кто так делал в детстве, ставьте лайк. Подожди, он тут тип-таки, блин. Вкусно, блин. Серьезно. По тачке либо завтра, либо в субботу поеду, чтобы мне подключили этот блок. А то я себя некомфортно чувствую. Хоть по городу я и не пользуюсь этими ассистами, но так все равно. Ну, мало ли, что в пробке. Безопасно ее у нас сама тормозит и так далее. Причать все это не работает. Приятного аппетита всем. А у нас в квартире субботник. Немножко страшно, потому что он сейчас за бортом. Главное, чтобы не свалиться. И ты аккуратнее, хорошо? Угу. Ну что, как тебе в целом? Хорошо он чистит? Да, потому что он углы не промывает особо. Все равно потом приходится тряпочкой доделывать. Слушай, ну я вот так вот смотрю, там, блин, сама тряпка, она грязноватая. На камере, возможно, не видно. Что говоришь? Говорит, даже когда она чистая была, он все равно углы оставляет. Он до них не доходит как-то. И у меня почему-то не получается настроить вот эту вот функцию. Когда вот сюда нажимаешь, он с какой-то периодичностью сам должен пшикать водой. То есть, вообще, вот эта пшика, как она работает, потому что я могу сама пшикать. Но вот именно, чтобы он с периодичностью пшикал, у меня не получается. Хотя первый раз, когда запускала, вроде работало. Может, какую кнопку чего не нажала? Или инструкцию еще раз посмотреть? Ну, хочешь, я перечитаю потом. А, там одна кнопка только включения на самом. Да? Все остальное пульт. Угу. Ну, ладненько. Вот это так. Разберемся, если что. Не, ну, в целом, так вот визуально смотрю чистенько. Так, вот это аккуратнее только. Ну-ка, Катюш, ладно? Может, тебя тоже привязать, блин? У меня нет другого варианта. Сейчас поедем в Билл Прайм. Я созвонился с ребятами для того, чтобы они посмотрели вот эту мою проблему, связанную с адаптивным круиз-контролем и вот этими всеми электронными штуками, в том числе регистратором. И мы впервые, наверное, за последние полгода, да, и с ним больше. Да, лучше так включить, потому что подсветки нет. Сделали себе растворимый кофе. Очень вкусненький. Мы потом обязательно покажем самые вкусные растворимые на наш вкус. Но, к сожалению, у нас его нет. У мамы есть. Да? Я вчера себе делала. Не, ну специально я не поеду показывать ракетик. Ну, да, погнали. Во-первых, я забыл взять с собой петлички, потому что хотел попробовать в машине позаписать. Может быть, звук будет получше. Но это ладно. Как-нибудь с тобой обязательно это сделаем. Во-вторых, как ты смешно вчера спала. У нас в Москве резко похолодало, и по ночам сейчас в районе 9-12 градусов. Так был открыт балкон, было жутко холодно. Я подвигаюсь к тебе, ты такая хоп, как мне сразу за попой. Ну, типа, я пришёл, при этом спала на интуитивном уровне. А иногда, я когда прихожу в кровать, ты лежишь на животе, либо на спине. Ну, как правило, на животе. Я спил так в подушку. Я тебя так по плечу чуть-чуть, хоп-хоп, и ты такая вбокая, даже не просыпаясь. И обнимаешься. Это вот как, да? Вот происходит. То есть где-то на подсознательном уровне, да? А когда, помнишь, только начали встречаться? Ой, это вообще прикол был. Это я расскажу. Давай. Катя ко мне ещё не привыкла. И в какой-то момент времени я, например, кладу руку, она её такая прочь, прочь, прям убирает. И мне так неприятно было потом с утра. Я опять и говорю, что это за фигня. Она говорит, я не привыкла ещё к тебе. А мне было обидно немного. Просто я обнимать хотел. Ну, я просто в Сочи год одна жила, и мне как-то было странно, что меня ночью кто-то обнять может. Поэтому я, наверное, как-то интуитивно ночью во сне убирала твою руку. Это просто непривычно было. Или ногу закинуть, и такая хоп, её в сторону. Но потом с утра всё так же. Ну, всё мило, чей мы благородно. Ну, когда в сознании нахожись, да. Когда в сознании, да. А сейчас уже всё. Говорят, по плечу прям легла. И так, оп-оп, ты переворачиваешься, и кофе, что это такое? Глотус машина проехал. И как подменял. Ты как подминаешься, тебе сразу тепло, хорошо. А уснули мы вчера под одеялом и накрываем. Да. Я причём прикрыл немножко балкон, я думал, да как здесь вообще находишься. Там, блин, температура, не знаю, 20 градусов, наверное, была в помещении. Очень холодно. Уж у меня от компьютера, там внизу у меня, понимаешь, часы с температурным датчиком. 23 было. Я вот замёрз, в своей толстовке сидел. Ну, да помнишь, когда прохладно, я лучше спал. Ну, потому что, когда сильная жара, там, тридцатка, да, то я помню, что мы с тобой ночью ворочались, ворочались, у нас не получалось проспать нормально. Ты ещё когда ноги на меня закидываешь, во время такой жары, я вообще в ней неуносимо становился. Начинаю мокреть, липнуть друг к другу. Под одеяло, если чуть-чуть заберёшься, через какое-то время я вылезаю, потому что всё мокрое. Да, пару дней было так себе. Ну, ничего, мы в следующем году, или в этом, поставим кондей, он у нас на балконе стоит. Надо просто взять и сделать это. Да, он так много места занимает, я уже хочу балкон разобрать. Ну, половину занимает. У меня есть уже некоторые планы, как можно всё это организовать. Мне нужно какие-то вещи повыкидывать, ну, мои старые. Нужно кондей убрать оттуда, повесить его, чтобы коробка это не мешала. И тогда я смогу там уборочку сделать. А сейчас не реально. А кондей у нас вообще классный. Вот так, для ребят, там, у нас митсубиши. Хренку пишу сейчас. Либо за очень дорого. Приехали в Билл Прайм, ребята уже разбираются. Ну, надеюсь, это ненадолго. Потому что им не хочется оставлять машину на выходные, чтобы ребята разобрались, в чём же проблема. Надеюсь, быстро будет. Тебе понравилось, как там есть блок? Ох, и дёрнул. Переживаешь? Катюхе показываю вот эту машину. Говорю, когда сдашь на права, можно будет приобрести. Это у нас S60 предыдущего поколения. Но она симпатичная. Единственное, конечно, внутри немножко подустарела. Но внешне выглядит красиво. Но там, ну, единственное, видишь, блок ещё телефонный. Сейчас уже нигде таких нет. Ну, симпатный всё равно. Так-то она тебе нравится? Да. Вот такой аппарат. Не знаю, правда, сколько сейчас они стоят в хорошем состоянии. И есть ли вообще на рынке. Сто тысяч миллионов. Дволь, уже не переживай. Всё хорошо. Приехали уставаться в новую школу. Представляешь? Будем свата смотреть, пока моя машинка, он, ждёт меня. Валюка! Шва! А что я за проблему с этим? Ты погладить собиралась? Или так просто получилось? Со мной столько дот, колоску, колосок. Устанок, ты самая злок. Над головой я пинаю на весу.